Главный врач Видновской стоматологической поликлиники Геннадий Курятников встречает гостей, пришедших с инспекции у входа в заведение. Представителям общественных палат Московской области и Ленинского округа, руководству ВРКБ и главе округа, он первым делом подробно рассказал о планах по ремонту здания. С 1 марта запускается ремонт на 658 тысяч, из них порядка 100 тысяч УМС, то есть то, что позволим себе потратить, это остальное сегодня в сплатном секторе, ремонт трех помещений. Это рентген, полностью делаем ремонт регистратуры заново, потому что он делался 9 лет назад, и создаем помещение для врачей в рамках непрерывного медицинского образования. Уже в начале встречи председатель комиссии по здравоохранению общественной палаты Московской области Евгений Мартынов отметил ряд положительных сторон в работе медицинской системы Ленинского округа. Хочу обратить ваше внимание и поблагодарить за то, что у нас в Московской области в рамках вот этих 59 открытых телеграм-чатов «Видное здоровье» – это самый крупный чат по количеству жителей, при том, что «Видное» – Ленинский район – это не самый крупный по количеству жителей, проживающих на территории. Евгений Мартынов, помимо того, что курирует вопросы здравоохранения в общественной палате Московской области, ведет видеоблог, посвященный медицине. А потому проверка поликлиники проходила еще и в онлайн-режиме. Добрый день, уважаемые друзья. Общественная палата Московской области сегодня работает в Ленинском городском области. Первая наша точка – это стоматологическая государственная поликлиника «Школьная» 66. Были вопросы жителей, обязательно на все ответим. С нами сегодня Алексей Петрович Спасский, глава Ленинского городского округа, главный врач Геннадий Курятников. Спасибо большое, уважаемые коллеги, за открытый диалог. Уже внутри поликлиники Геннадий Курятников подробно рассказал о всех нюансах работы учреждения, проходимость которого – 2-2,5 тысячи человек в неделю. Порядок оказания помощи и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это есть, подпись, число и так далее. У нас был, честно говоря, один судебный прецедент. Мы благодаря этому, в принципе, скажем, мы оказались правильные. Да, пожалуйста, могу подобраться. Блогер Евгений Мартынов лично проверял, как ведется работа с посетителями и делился выводами со зрителями из Всемирной паутины и с главой городского округа. Так, соответственно, тут у нас что? Тут у нас стоматолог-хирург, стоматолог-терапевт, стоматолог общей практики. Детство вынесено на паутина 36. Алексей Петрович, вот ваше хочу внимание обратить. Смотрите, стоматолог-хирург, 36 талонов. Это хорошо. В Видновской стоматологической поликлинике трудится 111 человек – медсестры, врачи, технический персонал. Представитель общественной палаты пообщался и с докторами, где также постарался узнать тонкости работы с пациентами. Фотополимерный композит, световая пломба, так называемая, по медицинским показаниям, если человеку она показана, по мнению врача, здесь, в рамках УМС, ее могут поставить человеку? Да, обязательно. Она российского производства у вас, я правильно понимаю? Да, она российского производства. Алексей Петрович, вот вас, которые по УМС, соответственно, могут почистить зубы. После обстоятельного разговора с врачами, для полноты картины, Евгений Мартынов поговорил и с пациентами, которые ожидали приема в фойе. Как вы оцениваете здесь доступность медицинской помощи? Возможно ли записаться по УМС бесплатно? Тут оказывается медицинская помощь, в вашем мнении? Хорошо, все хорошо, и записаться нужно. Обслуживание великолепное, ничего не могу сказать. Понятно. Главная проблема, которую отметили и врачи с пациентами, и представители общественных палат, и глава городского округа, это маленькая площадь поликлиники, которая, в свою очередь, накладывает физические ограничения на прием жителей. Когда это только начиналось, 56 тысяч жителей было в городе. Сейчас мы можем говорить о порядка 150-200, которые сюда ходят. Понятно, что появилось большое количество платных коммерческих поликлиник, но, тем не менее, бесплатная медицинская услуга, а по 2020 году это почти 40 тысяч человек, которые обратились, которые получили. Она никуда не денется, да, и нужно развивать. Более того, несколько маленьких замечаний было, как-то туалет на первом этаже, там что-то поправить. Я думаю, что здесь мы включимся и решим эти вопросы. Одно из решений по увеличению количества приемов пациентов, которое было озвучено в ходе встречи, организация дополнительных стоматологических кабинетов в амбулаториях, расположенных в поселениях городского округа, а в перспективе строительство нового здания поликлиники. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ.